Ну что ж, друзья, теперь давайте с вами разбираться, как выполнять рифо-шафл в воздухе. То есть на столе мы уже умеем с вами делать, теперь давайте посмотрим, как его выполнять в воздухе. Выполняется в воздухе он следующим образом. Вот как это выглядит. Я также отлистываю половину колода к другую руку, и каждую из этих стопочек между собой я перетасовываю. Вот это тасование называется рифо-шафл в воздухе. Ну и еще разочек. Вот такая вот тасовка. Что ж, теперь переходим и учимся ей. Ну что ж, друзья, давайте теперь посмотрим с вами, как выполняется тасование рифо-шафл в воздухе. Итак, рифо-шафл в воздухе выполняется следующим образом. Я захватываю колоду в правую руку. Обратите внимание, где у меня лежит безымянный средний палец, где у меня лежит большой палец, где у меня лежит указательный палец. Положив карты, таким образом я начинаю их изгибать, чтобы получился примерно угол, ну не 90, но градусов так, под 80. Далее, в левой руке я подставляю средний палец, и на него слистываю примерно половину колоды. Слистываю, кладу сюда указательный, и вот этими пальцами я их начинаю гнуть сюда, к большому пальцу. То есть, помогаю большому пальцу захватить эту стопку. То есть, вот таким вот образом у меня сейчас обе стопочки готовы к тасовке. То есть, большой палец, где смотрите, смотрите, где средние пальцы, и смотрите, где остальные пальцы у меня лежат. Итак, захватив колоду таким образом, я начинаю ослаблять примерно по одной карте. То есть, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, и так вот полностью всю колоду. Далее, перетасовав, я захватываю карты вот таким вот образом, снизу. Видите? Все пальцы у меня лежат на колоде. И сверху у меня большие пальцы упираются в центр. Теперь я выгибаю эту колоду вот так вот, и начинаю, чуть-чуть вот руки развожу. И она у меня вот так вот вся сходится. То есть, еще раз. Потасовали, согнули и чуть ослабили. И эти карты сами выскочат, как нужно. Сразу, может быть, это не получится. Там со второго, с третьего раза, может быть, и не получится. Но это вопрос лишь опыта. То есть, согнули. Вы это движение потом обязательно прочувствуете. Чуть разогнули, и карты у нас разошлись. Раз. 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 То есть, смотрим еще разочек. Захватываю, захватываю таким вот образом колоду в правую руку. Подношу левую руку, вытягиваю указательный палец. На него слистываю половину колоды. Захватываю большими пальцами. И остальные меда вот так вот. И начинаю ослаблять по одной карте. Ослабил и все их сложил. Вот такой вот способ тасования способом рифл-шафл. Способы контроля карт в этом тасовании точно такие же, как и при тасовании рифля на столе. То есть, при тасовке, при контроле нижней карты, допустим, вы скидываете сначала низ, потом тасуете, как следует. Низ остается. Низ остается. А при контроле верхних карт то же самое. Тасуете до верхних стопок. И верхние стопки кидаете последние. То есть, так же у вас вот эти все верхние карты остаются наверху. Ну, в общем, все то же самое, только во время тасовки в воздухе. Ну что ж, друзья, на этом наш урок окончен. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И переходим к следующему видео. Субтитры сделал DimaTorzok